ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. О том, что мы уже как-то делали с вами первую программу о биохакинге, в целом рассказывали, что это такое, да. Давайте напомним, правильно ли я сейчас донесу определение биохакинга. Это системное изучение организма, его показателей, систем и функционирования с целью его улучшения. Да. Вот, давайте, вот, хотела бы сегодня поговорить с вами, ну, ряд моментов затронуть, в том числе и медитацию. Почему это полезно и, ну, кто вообще это доказал? В чём польза здесь? Именно медитация. Медитация, да, то есть это часть позитивного мышления, да? Совершенно верно, да. Это настройки организма. Медитация нас настраивает на определённые ритмы. Известно, что наш мозг человеческий, да, он работает на разных частотах. Есть альфа-ритмы, бета, тета, дельта, гамма и так далее. Это вот разная частота волн. Это уже, скажем, такфические характеристики. Но это уже всё изучено медицинской наукой. Об этом уже много написано и исследований, диссертаций. И это очень прекрасно применяется, так скажем так, в лечебной практике медицинской. Но дело в том, что именно биохакинг позволяет вот это мощное направление такое, да, которое включает в себя не просто какие-то узконаправленные исследования генетические, либо каких-то анализаторов, какие-то там маркёры и так далее, лабораторные показатели. Это вот именно очень широкое такое понятие, да, выводит вот эти технологии для простого потребления, скажем так... Ну, использования более широкого, да? Да, использования его, да, в широких массах людей. Поэтому, когда мы знаем, как устроен наш мозг, как мы работаем, то мы можем сами управлять этими процессами, входя вот как раз в такую медитацию. Для того, чтобы быть в медитации, не нужно, понимаете, ни больниц, ни стационаров каких-то, да, там, каких-то специализированных учреждений. Это можно заниматься каждый человек, освоив простые методики. Самоуспокоение и самонастройки. А можете что-то, может быть, из своего собственного опыта или из практики, или, может быть, то, что вы пациентам можете рекомендовать? Вот самое простое, как войти в медитацию, как перенастроить мозг, перезагрузить его? Ну, вы знаете, вот есть такой тета-ритм, тета. Альфа-бета-ритм – это ритмы, в общем, большого города. Когда очень много... Суеты, да? Суеты, движений. Ну, скажем, как суеты? Кто-то ведь работает, да, но у него кто-то занят делом как-то. Но для человека это может казаться, что действительно происходит какая-то суета. Суета – это огромное количество событий, происходящих в единицу времени. Когда наш мозг просто не успевает проанализировать, что причина следственной связи, что зачем, почему происходит. В этом случае он либо отключается, это крайняя степень, а начальная степень он испытывает, что стресс. Поэтому классический вариант стресса, как еще Ганс Селье его описал, ведет к чему? Что очень сильно разрушаются запасы веществ всех стрессоустойчивых в организме. Это буферные системы, это витамины, это идет расход магния. Вот, поэтому современные люди, как говорится, в котле магний сгорят, в котле стресса оксидативного плохо спят, как следствие. Выход какой? Это, конечно же, не какие-то там транквилизаторы или препараты для лучшего засыпания. Выход – это настраивание себя именно на свою жизнь и вхождение в циркадные ритмы именно свои. Потому что в городе очень сложно поймать именно вот, как устроена наша, да, вся нервная система. Она управляется головной мозг, там есть гипоталамус, гипофиз, а ими управляет шоковидная железа. Она реагирует на освещение. То есть в идеале эта эволюция миллионы лет – это освещение по солнцу. Солнце ушло, человек должен засыпать. В городе это невозможно, потому что есть искусственное освещение, оно путается, и поэтому отсюда сбиваются ритмы. И поэтому только один выход есть у городского человека – это самонастройки. А какую медитацию вот для себя вы бы порекомендовали? То есть как себя настроить? Ну вот, я же сказал, что есть альфа-бета-ритмы. Да, понятно. Как попасть в тета-режим? Тета-ритм, когда он зафиксирован, впервые был учеными, когда человек именно готовится как ко сну, то есть он практически уже… Вот следующая стадия – это уже сон. То есть это предшественник сна. То есть перед сном лучше это делать, правильно? Вот как раз это можно сделать и в течение дня. То есть вот этот дневной отдых вообще, он очень полезен. Вы знаете, что все, скажем так, великие люди, да, вот они 15 минут у них было всегда вот такой… То есть они прямо, ну да, ложились, да, на кушетку, там на кровати. Дремали, да, эти 15 минут. Да, вот эта дрема – это есть не что иное, как просто успокоение мозга своего собственного. И вы знаете, что прекрасно, что мы можем спать 8 часов и стать невыспавшимися, да? Все это испытали на себе. И можем поспать буквально полчаса, ну, качественно, такого сна, да, даже дремы такой, и стать бодрыми. Всем известен наш любимый, наш национальный герой Штирлиц, который за 15 минут восстанавливался. Это не что иное, как раз та вот такая, состояние такой медитации, медитативная техника, освоенная человеком. А что для этого нужно? Сесть в полной тишине, отключить все источники звука, света? Желательно. В самолете даже, знаете, надевают такие вот… Ну, маска на глаза, да? Да, на глаза такие, да. Но это же можно, в принципе, освоить и в любом состоянии. Вы знаете, даже в автобусе, в транспорте, ну, в сидячем, конечно, есть эти состояния, то это можно сделать, да. 10-15 минут – это вполне возможно. Это каждый должен осваивать. Конечно, если будет музыка, да, это будет еще лучше. Если будет какие-то аромамасла, это и будет еще лучше, естественно, конечно. Вот если это будут камни, камни, знаете, да, вот кристалл, да, энергетическая структура камня. Ну, я имею в виду вот какие-то вот такие кристаллы, да, камни, которые выращены натуральным, да, образом. Ну, я поняла, какие-то камни, да. Конечно, это будет тоже лучше. Запахи масел эфирных, хвои. Ну, то есть все, что нас соединяет с природой. Ну, то есть это некая такая перезагрузка мозга в течение дня. А вы прибегаете к этому? Прибегаю. Своим пациентам тоже рекомендуется? Конечно, потому что это прекрасный выход из, опять же, я говорю, вот общего стресса, оксидативного и психоэмоционального стресса, в котором живет сейчас, ну, собственно говоря, вот человечество. Я хочу поделиться, что я это тоже практикую, и вот что очень часто во время вот этой перезагрузки ко мне приходят какие-то новые идеи, мысли и озарения. То есть какая-то задача, которую я не могу очень долго решить. Конечно. Я вот после вот этого состояния понимаю, что вот оно решение. Почему? Почему, за счет чего это происходит? Потому что наш мозг устроен архи-сложно. Он не просто архи-сложно. Мы знаем его, ну, вот как он устроен, не более 4%. Поэтому основная задача, да, выключить вот те структуры, так скажем так, в неокортексе, это кора головного мозга, да, и активизировать более древние структуры. У нас есть лимбическая система, у нас есть, опять же, вот система гипоталамуса, да, вот, у нас есть потрясающие образования, которые нас соединяют, вообще всех людей соединяют воедино. Я же не скажу здесь, что я что-то новое, да, вот мы же все знаем. Конечно. Соответственно, вся информация, вся какая-то вот, скажем так, знания, да, они вообще хранятся где? Они хранятся в людях, понимаете? Вот, поэтому мы можем соединяться... Ну, говорят, ДНК, гинокоды, да, вот то, что все эти знания запакованы. Это личное, да, но личное внутри нас сидит. А откуда к нам пришло это ДНК? Это и пришло опыт прошлых поколений. Соответственно, мы можем связаться с базой данных внутри себя, мы можем связаться с базой данных вовне себя, с помощью вот этих медитативных техник, и в этом нет никакого, извините, оккультизма. Я понимаю, о чем вы говорите. Абсолютно научный. Абсолютно научный, да, подход. Поэтому вы знаете прекрасно, что нашему прекрасному ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву, да, который был очень разносторонний человек в Ленинграде, в Питере, да, вот его знали. Вообще знали его как чемоданных дел мастера. Он прекрасно делал чемоданы. Такой факт. Серьезно? Да, он ходил, покупал вот какие-то, ну, значит, составляющие, да, компоненты, там, аксессуары вот для этого, и делал прекрасно. Вот у него было хобби это было, или это основное было занятие, я понимаю. Его знали как чемоданных дел мастера. Потрясающе. И когда кто-то оказывается, вот он говорит, слушайте, это тот же человек, что-то химик, вот так вот. И, ну, как это все зашло, это все, это описанный факт, да, что он эту таблицу просто ее, вот, видел уже воочию, он долго шел, шел к ней. И вот эта гениальная таблица, действительно, когда там по изменению там электронов, да, вот чуть-чуть там на орбитах, да, все становится ясно и понятно, да. Вот. Никакой алхимии. Вот это все научные факты. Хотела еще, знаете, такого вопроса коснуться, как питьевой режим. Что здесь, потому что очень много там фитнес-тренеров и нутрициологи говорят о том, что нужно пить около двух литров в день чистой воды. Специалисты аюрведы говорят, что надо пить столько, сколько хочется, и не борщить с водой, если ты не хочешь. То есть, как вот здесь вы, что говорит здесь биохакинг? Ну, он, знаете, он говорит так, что в жизни вообще есть синусоида, волновой процесс. Давайте себе представим еще раз волна, да. То есть, нельзя себя загонять в рамки какого-то одного режима. Ни питьевого, ни пищевого. Единственное, что сон только должен быть, конечно, четко отрегулирован по циркадным ритмам, по сонцу, да, человек. Все остальное по его ситуациям. Но, опять же, если человек испытывал долгое время жажду, ну, это может быть связано с его там профессиональной какой-то деятельностью, соответственно, что он должен сделать на воскресенье, субботу-воскресенье, то есть отдохнуть, как пополнить свои запасы водяные, да, то есть усилить питьевой режим и так далее. Все-таки я больше склоняюсь, наверное, к специалистам аюрведы, потому что, собственно, это наука о здоровье человека, который тысячи лет. Поэтому по каждому строго индивидуально. Ну, прислушиваться к себе, да. Прислушиваться к себе. Те, кто пробовал каждый день пить 2 литра, вы знаете, все знают, что это просто, ну, вот, ну, просто это очень тяжело. Тяжело, но у тех, у кого нет привычки пить так много, да. Да, да. Это, вот давайте все-таки по синусуиде, да, то есть где-то мы больше, где-то мы меньше. Самое основное здесь, знаете, понять, как устроен свой организм. Вот как раз биохакинг, он об этом. Пойми, как устроен свой организм, и тогда ты получишь в итоге здоровую, счастливую жизнь. Отличная рекомендация. А как же все-таки понять? Ну, кроме того, что мы сдали анализы, мы об этом в прошлой программе говорили, какие сдавать анализы. Как еще правильно наблюдать и делать правильные выводы о работе своего организма? А вот как раз сколько входит, сколько выходит. Один показатель, да. Настроение человека, надо его анализировать, да. Вот здесь поподробнее, поподробнее, интересно. Поподробнее настроение, да. Но, опять же, если у нас, понимаете, вот у нас же гормональная система работает в организме, да. То есть гормоны, мы просыпаемся, почему? Потому что растет уровень, уровень чего? Кортизола. Гормон, который дает нам ощущение тонуса жизненного. Вот, поэтому он, допустим, если его мы замеряем в слюне, да, в утренней слюне, он выше. К вечеру он должен как? Он должен снижаться. У многих современных людей к вечеру, он к вечеру повышен. Повышается. Потому что в течение дня стресс, 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 надпочечники просто вынуждены выбрасывать этого гормона больше, чтобы как-то, как-то, вот, собственно говоря, в этой жизни удержаться, да, на плаву. Вот. Это к чему ведет? К источению надпочечников. Чем надпочечники в основном стимулируют? Ну, кофе с содержащими напитками, да, танины, то есть крепкий чай, либо это кофе. Ну, вот, основной стимулятор, да, что, конечно, естественно, ну, в больших дозах это вредно. Поэтому, вы знаете, давайте читать основатели медицины, вот, это Гиппократ, отец медицины, да, все есть доза. То есть и ни кофе, ни хорошо, ни плохо, просто в какой дозе, понимаете, мы это делаем. Да, соответственно, каждый должен для себя дозу, его сдача по жизни, найти для себя дозу всего. Физических упражнений, сна, воды, пищи, ну, и общение, и работа, ну, как бы... Баланс. Баланс, баланс, вот это самое важное. Потому что если это не твое, зачем тебе туда идти? Конечно, но вот возвращаясь к настроению, да, как отслеживать? То есть человек же не может быть всегда в хорошем настроении. Совершенно верно, синусоида. Вот, как же. Как же синусоида. Но выбирать занятие, допустим, деятельность по жизни, да, нужно не потому, как, кто там, сколько зарабатывает, или сосед, почему туда пошел поступать в этот институт, допустим, для молодежи, а к чему у тебя лежит душа, то есть сердце у тебя радуется. Давайте говорить об этом, потому что это самый прекрасный аппарат, который встроен в нас, да, это сердечное, вот, именно ощущение жизни. Если ты ощущаешь радость, счастье от этой деятельности, от общения с этими людьми, значит, тебе туда, вот, обмануть невозможно. Ну, вы все знаете, о чем я говорю, вот, поэтому, в принципе, у нас у каждого есть предназначение, вот, и нужно понять, вот. Вот, я скажу такие вещи, которые, может быть, они, ну, все их знают, но еще нужно обязательно сказать, да. Бехакин как раз помогает ответить на четыре вопроса. Кто я? Зачем я здесь? Каково мое предназначение? И самое главное, что я должен сделать в соответствии с этим предназначением. Тогда мы не будем тратить силы энергии на нелюбимую работу, на общение с ненужными людьми, ну, тебе ненужными, да, вот, на неправильное времяпрепровождение, на неправильную еду, опять же, для тебя и так далее. Вот это очень важно. Это все верно, но большинство людей к этим вопросам приходят либо уже поздно, либо после того, когда что-то экстренное происходит, да, люди начинают задумываться о смысле жизни. Как быть здесь, то есть, как-то предотвратить профилактику? У каждого есть звоночки, у каждого абсолютно. С нами вот коллективные бессознательные разговаривают с нами путем звонков. Вначале маленькие. Вначале ведь, вот, знаете, ну, все-таки вы представили меня как хирурга, поэтому я скажу, что накануне операции, я очень много дежурил тогда раньше в больнице, и накануне операции, ну, так вот приходилось просто слушать и общаться с пациентами, когда им завтра предстоит, завтра операционный день. Ну, что такое операция, понимаете, что и риски, и все прочее, то есть, это такая точка X, да, когда час X, момент истины, там наступает завтра. И вот сейчас они начинают понимать, что когда-то кто-то им говорил, но ведь много было всяких вот советов каких-то приходило в его жизни или каких-то ситуаций, что вот не делай так, а делай так. Но мы как-то это игнорируем. Совершенно верно. Так устроен человек. Да. Я думаю, что здесь такой момент, как осознанность, да, повышение осознанности. А отсюда как раз опять мы приходим к профилактической медицине. Поэтому профилактическая медицина, о которой сказал еще наш первый нарком за выхранение Симашко, вот, будущее принадлежит медицине профилактической. Всего доброго, до свидания. ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь.